Иван Георгий Матфеев 22 глава с 1 по 14 стих Мы слышали сегодня за молитвой в храме Притча о браке царского сына Из беседы святителя Анатолуста Видишь ли, какое различие между сыном и рабами Представляется, как в предыдущей притче, так и в этой о виноградаре Видишь ли великое сходство и вместе великое различие той и другой притчи И эта притча показывает долготерпение Божие И великое его попечение, а также нечесть и неблагодарность иудеев Впрочем, эта притча заключает в себе больше первое Она предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников И кроме того, показывает правильный образ жизни И то, какая казнь ожидает беспечных Справедливо эта притча предлагается после предыдущей притчи Сказав в предыдущей беседе Дано будет народу, приносящему плоды его Это в 21 главе Евангелия от Матфея Христос показывает здесь, какому дастся языку И не только это, но еще и то, что он имел особенное попечение в иудеях Там он изображается призывающим прежде распятия своего А здесь настоятельно привлекающим их к себе и после распятия И в то время, как надлежало их наказать тягчайшим образом Он влечет их на брачный пир и удостаивает высочайшей чести И заметь, как там прежде призывает не язычников, а иудеев Так и здесь Но как там, когда иудеи не хотели принять его И даже пришедшего к ним убили Он отдал другим виноградник Так и здесь, когда они не хотели прийти на брачный пир Он позвал других Может ли что быть хуже такой непризнательности Быть званными на брачный пир и не прийти Ты спросишь, почему Царство Небесное называется браком? Чтобы ты познал попечение Божие, любовь его к нам, великолепие во всем Познал то, что там ничего нет печального и прискорбного Но все исполнено духовной радостью Поэтому Иоанн называет его женихом Поэтому и Павел говорит Потому что я вручил вас единому жениху Послание Коринфянам 2, 11 глава И еще, тайная сия велика я говорю по отношению ко Христу и к Церкви Из послания к Ефесянам 5 глава Заметь и здесь великую любовь Господа Всех, кого найдете, зовите на брачный пир, говорит он Прежде, как сказал я, апостолы благовествовали иудеям и язычникам Находясь, впрочем, боли в иудеях Но так как иудеи не прекращали коварство против апостолов То послушай, как Павел, изнесняя эту притчу, говорит Вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие Но как вы отвергшие его, то вот мы обращаемся к язычникам Деяния апостолов, 13 глава Поэтому и сам Господь говорит Брачный пир готов, а званные не были достойны Он без сомнения и прежде знал об этом Но чтобы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению Несмотря и на это, пришел к ним первым и послал своих апостолов Чтобы им заградить уста А нас научить исполнять все, что относится к нам Хотя бы никто не получил от этого никакой пользы И так, говорит он Так как они не были достойны Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир Даже низких и презренных Так как он часто говорил, что блудницы и мытари наследуют небо И первые будут последние, последние первыми То теперь показывает, что все это делается справедливо Видеть, что язычники на их место вводятся в царство Особенность сильно оскорбляла иудеев и смущала их гораздо более Нежели разорение их города Потом, чтобы первые не полагались на одну веру Он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела Старается не верующих привести к вере А верующих наставляет к правилам жизни Под одеждою, разумеется, дела жизни Но ведь призвание – дело благодати Почему же он о нем так обстоятельно рассуждает? Потому что, хотя призвание и ощущение есть дело благодати Но тот, чтобы призванный и обреченный в чистую одежду Постоянно ее сохранял такой Зависит от старания призванных Призвание бывает не по достоинству, но по благодати Поэтому должно соответствовать благодати послушаниям И, получив честь, не показывать такого нечестия Войти в нечистые одежды означает иметь нечистую жизнь Лишиться благодати Потому и сказано Он же молчал Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает, как тогда уже, когда согрешивший сам осудил себя Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя И таким образом подвергает себя средизвычайному наказанию Слыша в браке Не подумаешь, что он там только и наказывается, что отсылается в темное место Нет Здесь еще будет плач и скрежет зубов А эти слова указывают на нестерпимые муки Обратите внимание на это все вы Которые, приняв участие в таинствах и будучи призваны на брак Облекаете душу нечистыми делами Послушайте, откуда вы призваны с распутья Что вы были хромые и слепые по душе Что гораздо хуже слепоты телесной Почтите человеколюбие призвавшего И пусть никто, да не останется в нечистой одежде Но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей Послушайте, жены Послушайте, мужи Нам нужна не эта Зататканная одежда, украшающая наше тело Но одежда, которая бы украшала душу Но нам трудно облечься в эту одежду, пока мы будем носить первую Нельзя украшать вместе и душу, и тело Нельзя вместе работать мамоне и служить, как должно Христу Итак, оставим эту худую привычку Которая господствует над нами Ты, конечно, не снес бы великодушно Если бы кто украсил дом золотыми занавесами А тебя оставил сидеть в рубище почти ноги Но вот ты теперь сам это делаешь с собой Украшая жилища души твоей То есть тело Бесчистыми дорогими одеждами А душу оставляя в рубище Неужели ты не знаешь, что царю Надо на боли украшаться, нежели городу Поэтому для города Приготавливают одежду изо льна А для царя Порфиру и диадему Так и ты должен прикрывать тело наиболее дешевой одеждой А ум одевать в порфиру Украшать венцом И сажать на высоком и блистательном троне Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому